День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем привет! Начинается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр, Шунин и чашечка замечательного, прекрасного кофе. И, конечно же, наш бессменный звукорежиссер Евгений Копеин с нами. Всех приветствует. Уже четверг. И погода вроде сегодня обещает быть не очень плохой. До обеда, во всяком случае, есть смысл успеть, может быть, съездить на море, в Юрмулу, может быть, чуть за Юрмулу, что-то новое там увидеть, что-то новое там попробовать. Да, ты уже намекаешь на то, что сейчас у нас начинается рубрика «Киевское время», в которой мы встретимся с командой рестораторов из Украины, которые открыли новый ресторан «Шо». Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на радиоболтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на радиоболтком. Да, вот как Александр Шунин заменит «Хорошо ли мы знаем друг друга?» Студренем на последнее «Шо». Не, ну а «Шо». Пора ехать в «Шо». Это не так далеко, в конце концов, всего лишь «Бигаун Цэмс». Ольга Шкурко у нас на прямой связи. Здравствуйте, Ольга, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку, да. Так, доброго ранку. Да, стараемся потихонечку изучаем. Изучаем и язык, и культуру, и кухню хотелось бы тоже изучить. Поздравляем, во-первых, с открытием ресторана. Ну и куча вопросов сразу возникает. Почему вы, почему именно там, почему Шо? Ну вот все такое прочее. А в самом деле, почему не Рига, почему не Юрмала, почему «Бигаун Цэмс» не так далеко от центра цивилизации, но все-таки на дороге? Выбор места чем обусловлен? Выбор места обусловлен тем, где нам удалось устроиться. Нас приехало очень много, и друзья, те, которые были знакомы в Латвии, нам помогли устроиться именно там. И уже исходя из места проживания, мы уже искали себе место занятия. Потому что мы не хотели оставаться теми переселенцами, которые приехали просто пересидеть, получить выплаты, да, и что-то требовать от граждан, от государства. И мы решили устроиться самостоятельно. Это побережье. Прошлые два года ковид, и много заведений закрылось, и была потребность именно вот в таком заведении на побережье. Поэтому мы решили его открыть. Ольга, вот если чуть-чуть заглянуть назад в историю, это же второй раз, когда вам приходится, ну, стать беженцами, бросить все и начинать все с нуля. Ну, то есть вот если, ну... Да, это действительно так. Первый раз я и многие друзья-коллеги уезжали из Донецкой области, из Луганской области, которая на сегодняшний день это оккупирована. На начало войны это были уже оккупированные территории. Мы переехали, устроились в неоккупированной части Луганской области, сейчас уже уехали оттуда. Но, тем не менее, вот несмотря на двойную, как бы, такую необходимость начинать все с нуля, все сначала, вот чувствуется у вас какой-то совершенно удивительный оптимизм, уверенность в своих силах. Потому что, ну, у других бы людей, может быть, упустились руки, какое-то вот началось бы уныние, депрессия. А я смотрю, что вы не только сами, но и привлекаете еще и людей к этому общему делу. Да, это действительно так. Но мы такая немного сумасшедшая команда энтузиастов. Мы не только были коллегами, мы были еще и друзьями. И, ну, вот именно это не дает опускать руки, потому что мы все вместе. Мы сюда приехали, ну, не просто коллегами. Мы приехали с детьми, мы вывезли кошек, собак, родителей. И, ну, вот именно, я думаю, ответственность еще перед своей семьей не дает нам опускать руки и заставляет двигаться вперед и не стоять на месте. Давайте поговорим непосредственно о ресторане, о кухне. Чем главное отличие от местной латвийской кухни и украинской? И где вам удается доставать правильные продукты для своих блюд? Ну, мы старались соединить, все равно не делать такую сутоукраинскую кухню, сделать ее чуть-чуть более европейской. С продуктами, конечно, сложнее. Сложности возникли с правильным салом, да, которое мы подаем, которое обязательно должно подаваться к борщу. Как ни странно, сложность возникла с горчицей, но мы решаем ее сейчас. Ну, и мы постоянно меняем меню. Мы советуемся с нашими гостями, мы спрашиваем, что нравится, что не нравится. Мы смотрим, что больше люди пробуют, что больше нравится, что меньше. И пытаемся вот как-то адаптироваться. Потому что украинская кухня, она все равно такая более питательная, да, а латышская кухня, она более диетическая. Да, вот все равно больше есть переход на правильное питание. Мы стараемся сделать такую же украинскую кухню. Пока получается. Я очень надеюсь, что по ходу этих изменений, которые вы вносите после советов с гостями, вашими клиентами, останется в меню котлета по-киевски. Она волшебная, она растаяла у меня во рту. Это просто песня какая-то, а не котлетка была. Обязательно. Вот именно украинские блюда, которые как борщ, котлета по-киевски, киевский торт, вареники, драники, это все обязательно останется в кухне. Единственное, что мы чуть-чуть, может быть, будем добавлять. Вчера вот было очень много запросов на такой настоящий украинский борщ, чтобы он был острый, с чесночком. Может быть, мы добавим в меню, чтобы можно было попробовать вот на такой насыщенный. Насыщенный борщ, оставим вот тот классический борщ, которым мы угощаем наших гостей. Чем вот эти главные отличия? Вот каким образом вы сохраняете вот эту украинскую кухню? В ее, вот как вы уже сказали, ищете правильную горчицу, там еще какие-то детали. Вот каким образом действительно вам удается найти правильное сало, или вы его сами готовите теперь? И сами готовим, и пробуем с разными поставщиками, пробуем с ними, просим что-то изменить. Ну и это кухня родная нам с детства. Каждое блюдо, перед тем, как выпустить его к гостям, мы все сами пробуем. И все помнят тот настоящий вкус, и мы стараемся его оставить в том неизменном виде. Я обратил внимание, в одной из групп на Фейсбуке, где обсуждался ваш ресторан, возник ожесточенный спор. Кто-то назвал вот эти вот картофельные блинчики драниками, и тут же ему прилетело, что это не драники, это дируны. В чем разница между драниками и дирунами, насколько она существенна? Я думаю, это не настолько принципиальный вопрос, и это особенность названия. Каждый регион называет по-своему. Это сырой картофель, который натирается, из которого делаются оладушки, панкейкс, как называют их наши гости. Слушайте, а вот эта вот инвазия европейского, из европейских всевозможных названий, европейской какой-то вот кухни, она, и причем это вторжение, это такое немножечко Макдональдсное, ну, то есть вот все как бы такое одинаковое, ну, то есть становится одинаковым в таких сетях. Вот как вы относитесь вот к этим, ну, к веяниям, что мы постепенно начинаем есть одну и ту же пищу, но по всей Европе, чуть ли не по всему миру, и теряются вот эти какие-то национальные особенности, национальные какие-то вот изюминки еды, она становится такой как бы универсальной, как, ну, американское кино, которое смотрят все по всему миру. Ну, я правильно понимаю, ты имеешь в виду, что в любом заведении по стандарту уже по последнему должны быть там бургеры и картошка фри обязательно. Ну, особенно, да. Все что угодно, киевский торт, но при этом должен быть и бургер тоже, да? Да. В самом деле, как вы к этому относитесь? С одной стороны, мы должны прислушиваться гостям, да, и к их запросам, но с другой стороны, мы очень бережем вот именно нашу особенность, наш колорит. Не знаю, как насчет запроса на бургеры, может быть, я кейсь такой, суд украинский бургер, я кейсь еще буду, если будут, очень много спрашивать. Но мы настроены на то, чтобы, наоборот, больше добавлять именно таких национальных, национальных, я кейсь крученеки, да, которые вот не присутствуют, да, в местной кухне, но давать попробовать их гостям, и это, если будет действительно вкусно, то запускать их. То есть не менять меню более европейскому, а пробовать внедрять более украинское, но после того, как гости скажут, что да, это действительно вкусно. А как вам... Здесь мы вот именно контролируем ситуацию, чтобы не уйти, вот, да, чтобы у нас пицца, суши, да, и немножко вареников. Ну да, да. Ну, фишн-чипс, тем не менее, в меню присутствует уже. А фишн-чипс был продиктован тем, что мы возле моря. Очень хочется свежей рыбы, очень хочется, чтобы это было вот та, которая утром нам привозит буквально сосед, да, и она ещё дышит. Вот поэтому был добавлен фишн-чипс. А, кстати, как отношения с соседями складываются? Те же самые поставщики, вот рыбаки, например, как они приняли вас? Я вам должна сказать, это потрясающе. Вот вообще латыши, это очень прекрасная нация. Нас приняли очень хорошо. И вот я не встречала пока какого-то негативного или плохого отношения. А мы, со своей стороны, очень обеспокоены той ситуацией, которая сложилась у нас внутри Украины в 2014 году, когда помогали переселенцам, да, а местные тоже уязвимые слои населения говорили, подождите, вы забыли про нас. Вот мы беспокоимся об этой ситуации, чтобы не сложилось так, что всё равно есть, да, местные жители, которые тоже нуждаются в помощи. Поэтому у нас запланированы некоторые проекты, которые будут направлены и на помощь местным жителям. Там вот какая-то сумма с определённого блюда, чтобы, ну, вот как-то ассимилироваться, да, и люди поняли, что мы не просто приехали пересидеть, переждать, а мы хотели бы здесь жить и помогать, и быть понятыми. Поэтому, ну, на сегодняшний день с соседями складываются великолепные отношения, все приходят и все говорят о том, что мы тут рядом с вами живём, поэтому, да, будем заходить чаще. А скажите, вот отношения, скажем, налоговых служб, там, ну, вот все вот эти вот какие-то нюансы, как относятся вот чиновники вот к тому, что, ну, вот есть инициативные люди, которые хотят свой бизнес, у нас вот здесь какое отношение? Ну, пока верхними слоями власти мы не были услышаны. Мы обращались, мы просили рассмотреть возможность того, чтобы вот именно украинцам, которые начинают свой бизнес, да, и набирают на работу украинцев, дали возможность каких-то, может быть, налоговых каникул, да, чтобы там, ну, первые три месяца или шесть месяцев налоги начислялись, но выплачивать мы их начали там через полгода, вот дать нам возможность какую-то укрепиться. Ну, мы не были услышаны, поэтому, ну, работаем с тем, что есть. Слушайте, ну, давайте вот мы сейчас озвучим, действительно, вот вы озвучили эту идею, поскольку ведь это реально дает возможность, ну, то есть вот людям самим зарабатывать, а не просить у государства денег. То есть вот это как раз-таки более рационально. Более того, еще в планах даже еще и делиться с местными, кому тяжелее, чем даже вчерашним беженцам. Ну, это вообще дорогого стоит такое отношение. А скажите, возвращаясь немножко к более приятной теме, планируются ли какие-то изменения в интерьере? Потому что сейчас, ну, достаточно так голые стены, я бы сказал, то, что осталось от предыдущих владельцев, ну, колориту бы добавить украинского. Обязательно. Ну, вот если бы у нас была... Ну, все это создано на наши собственные вложения. То есть вот мы друзьями собрались, да, и все, что у нас было, вложили в этот бизнес. А сейчас мы хотя бы немножко начнем зарабатывать. Мы уже и так там покупаем какие-то цветы. У нас есть уже какой-то план, как изменить интерьер. Обязательно мы будем и колорит добавим. Но мы хотели бы, чтобы это был такой, как европейская Украина, да, чтобы вот, ну, не было, да, совсем прям вот как украинское СЛО. А именно европейская Украина, чтобы показать Европе, что Украина тоже Европа, и мы можем, и мы есть такие. Поэтому обязательно интерьер вот в ближайшее время начнет меняться. Мы же девочки. Вы видели, команда в основном состоит из девушек. А мы любим, чтобы нас окружало все прекрасное. Обязательно, чтобы это было у наших гостей. Как вам латвийская кухня? То есть вот насколько, вот как вы оцениваете, вот с точки зрения уже, ну, не знаю, вот профессионалов-рестораторов латвийскую кухню? И не только профессионалов, но и потребителей. Может быть, появились какие-то фавориты среди местных блюд? Из того, что я не ела до этого, это холодный суп. Да вы что? Когда я не ела его до этого, и когда начинают говорить, что вот, у вас точно настоящий украинский борщ? Я говорю, вот знаете, в Латвии готовят очень вкусный холодный суп. Он у каждой хозяйки одинаковый? Мне говорят, нет, ну что вы, ну кто-то там добавляет вот это. Я говорю, вот и борщ в Украине тоже, у всех хозяек разный, поэтому вот сделать идеально его нельзя. Да, наверное, вот из таких прям фаворитов холодный суп. Ну, а так я не скажу, что кухня сильно отличается. Она все равно очень похожа. И она очень вкусная. Ну что же, мы тогда вот из этого разговора, действительно, прекрасная, мне кажется, инициатива для, ну вот именно инициативных украинцев, которые начинают бизнесом. Я думаю, обязательно озвучим эту мысль в разговорах с чиновниками по поводу вот этих налоговых каникул, которые могли бы действительно помочь развиваться бизнесу. Ну а пока желаем развития вашему ресторану. Если не при помощи, то вопреки отсутствии каких-то шагов навстречу. С нами на связи была Ольга Шкуркова, администратор нового ресторана «Шо», который создан, который открыт, команда рестораторов из Украины. Чуть-чуть за Юрмал и в Бигаунс МС. Спасибо вам, удачного, хорошего дня и удачи в ваших начинаниях. Всего доброго. Да, спасибо вам огромное. Всего доброго. Радио Болтком